Отца Исида и Святого Духа. Аминь. На 21-ю беседу послания к Ефесянам святитель Иоанн Златоуз говорит там о воспитании детей в учении и наставлении Господня. Апостол Павел, предписывая родителям закон о воспитании детей в послании к Ефесянам, говорит Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Ефесянам 6, глава 4 стих. Хочешь ли, чтобы сын твой был послушен, с детства воспитывая его в учении и наставлении Господним? Не думай, чтобы слушание божественных писаний было для него делом излишним. Там он услышит прежде всего, чти отца твоего и матерь твою, слова, направленные к твоей пользе. Не говори, слушание писаний – дело монахов. Уже ли мне его сделать монахом? Нет надобности быть ему монахом. Что это в тебе за страх? Боишься того, что преисполнено многих выгод? Сделай его христианином. Ибо и мирянам весьма нужно внимать учению, заключающемуся в Писании, а особенно детям, так как в этом возрасте еще многого не знают. Но не зная божественных истин, они знают нечто из сочинений языческих, изучая в них жизнь древних, которые служили страстям и боялись смерти. Сын твой нуждается в спасительном руководстве, в учении и наставлении Господнем. Не безрассудно ли учить детей искусством, посылать их в училище, ничего не жалеть для такого их образования, а воспитание их в учении и наставлении Господнем не заботится. Зато-то сами мы первые и пожинаем плоды такого воспитания детей своих, видя их дерзкими, невоздержными, непослушными, развратными. Не будем же поступать таким образом и послушаем увещания блаженного Павла, станем воспитывать детей своих в учении и наставлении Господнем. Подадим им пример благочестия, заставим их с раннего возраста упражняться в чтении Писаний. Отчего, скажи мне, вы не подражаете древним? Особенно вы, жены, должны бы ревновать дивным древним женам. Родилось у тебя дитя? Подражай Анне, матери Самуила. Послушай, как поступила она. Она не замедлила представить свое дитя в Храм Божий. Кто из вас не пожалел бы иметь своего сына однажды и навсегда Самуилом, нежели тысячу раз царем всей вселенной? Вы скажете, как это можно? Почему же невозможно? Ты только пожелай этого и поручи его тому, кто может сделать его таковым. Кто же, спросите, может его сделать? Бог. Потому что Анна ему и поручила своего сына. Сам Илья не очень был способен к тому, чтобы развивать и образовывать его. Да и как он мог это сделать, когда не в силах был управиться со своими собственными детьми? Но вера матери и ее усердие всего достигли. Родив первенца одного и еще не зная, будут ли у нее другие дети, она не говорила, подожду, вот, вырастет ребенок, пусть насладится жизнью, позволю ему у себя провести отроческие лета. Нисколько не думая об этом, она помышляла об одном, как бы скорее посвятить его Богу. Устыдимся мы, мужчины, такого любомудрее женщины. Она привела сына своего в храм Божий и там его оставила. Это прославило и супружеский союз ее, потому что, принесший первый плод сего союза в дар Богу, она этим показала, что в этом союзе она искала не чувственных наслаждений, а Бога угождения. Поэтому-то и чревое сделалось благоплодным. И она прежде неплодная, имела потом других детей. За то же, без сомнения, она видела, какую славу и почетом от людей пользовался сын ее. Потому что, ежели люди за почтение платят взаимным почтением, то не гораздо ли справедливее и в этом отношении Бог, который, впрочем, нередко делает это и не будучи сам почитаем. Доколе же будем оставаться плотскими людьми? Доколе будем прозмыкаться по земле? Все у нас должно быть второстепенным в сравнении с заботой о детях и с тем, чтобы воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Кто прежде всего научился быть любомудрым, тот через это приобретет и богатство, превосходнейшее всякого богатства, и величайшую славу. Никак не так полезно образовать сына, преподавать ему науки и внешние знания, посредством которых он станет приобретать деньги, сколько, если научить его искусству презирать деньги. Если хочешь сделать его богатым, поступай таким образом. Богат не тот, кто заботится о большем стяжании имения и владеет многим, а тот, кто ни в чем не имеет нужды. Это внушай твоему сыну, этому учи его, в этом величайшее богатство. Не забудься о том, чтобы сделать его известным по внешней учености и доставить ему славу, но старайся о том, чтобы научить его презирать славу настоящей жизни. От этого он будет славнее и знаменитее. Это возможно сделать и богатому, и бедному. Поэтому этому научаются не от светских учителей и не при пособии наук, а из божественных писаний. Не забудься, чтобы сын твой здесь пожил долго, но чтоб там удостоился жизни беспредельной и нескончаемой. Давай ему великое, а не малое. Внимай словам апостола, воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Не ритором старайся сделать его, но учи его любомудрию. Если он не будет ритором, отсюда не произойдет еще никакого вреда. А при недостатке любомудрия самое обильное риторство не принесет никакой пользы. Благо поведения нужно, а не остроумие. Нравственность, а не сила речи. Дела, а не слова. Это доставляет царство, это дарует и действительные блага. Не язык извращай, но очищай душу. Говорю это не с тем, чтобы запретить светское образование, но для того, чтобы не привязываться к нему исключительно. Не думай, будто одним монахам нужно наставление в Священном Писании. Ведь многие из этих наставлений потребны и для детей, которые должны вступить в мирскую жизнь. Как при снаряжении корабля нужны бывают корнчи и полное число пловцов, не для того, чтобы всегда стоять на пристани, но тому, кто постоянно занимается мореплаванием. Точно то же должно сказать и относительно монаха и мирского человека. Первый, как бы находясь на необуреваемой пристани, проводит жизнь не озабоченную и устраненную от всяких волнений, а последний постоянно обуревается и плывет среди моря, сражаясь с его множеством треволнений. Хотя бы он сам и не имел нужды в наставлении, но ему оно может быть нужно, чтобы если случится, он был в состоянии загладить уста других. Поэтому, кто чем большим пользуется почетом в настоящей жизни, тем более нужно для него такое образование. Служит ли кто в царском дворце? Там много эллинов, философов, людей, надменных временную славу. Там все напыщено и надменно. А кто не таков, тот старается сделать таковым. Каково же, подумай, если сын твой, вступивший туда, входит как самый лучший врач с орудием, которое в состоянии укротить надменность каждого, подходит к каждому, разговаривает, врачует больное тело, прикладывает пластырь из писаний, расточает любомудренные доказательства. Инок, с кем будет говорить? Разве со стеной своей кельи или с кровлей своей? С пустыней или дебрями? С горами или деревами? Итак, для него не столько нужно подобное учение, несмотря на это он старается усовершенствовать себя в нем, не с тем, чтобы других наставить, а только самого себя. Что же касается людей, живущих в мирской жизни, то им весьма нужно такое учение, потому что мирскому человеку более представляется соблазном навкогреху, нежели монаху. И если тебе угодно, знай, что он с таким образованием и в свете будет самым приятным человеком. Все станут уважать его, когда увидят, что он не вспыльчив и не домогается власти. Впрочем, он получит власть, и не домогаясь ее, и у царя будет в большом почете. Ибо такому нельзя укрыться. Во множестве здоровых один может остаться незамеченным, но среди, между множеством больных, найдется один здоровый. То слух о нем скоро достигнет ушей царских, и ему будет поручено начальство над многими. Зная это, воспитывайте детей своих в учении и наставлении Господнем. А если скажет кто-нибудь беден, пусть остается бедным. Что он не будет находиться при дворце, этим он нисколько не будет ниже того, кто служит при дворе. Напротив, может сделаться предметом удивления и скоро получит власть, какую ему угодно, а не ту, какая достанется по назначению. Ибо если эллины люди, стоящие не более трех пенязей, циники, принявшие такую же, стоящие не более трех пенязей, философию, подлинно такова греческая философия, или, вернее, не саму философию, а только ее имя, облеклись в мантию, и отрастившие волосы, посрамляют многих, то не к большему ли способен любомудрый истинный. Если один ложный вид, только тень философии, так возвышают, то что сказать о том, если мы полюбим истинное, светлое, любомудрие? Не все ли станут уважать его? Не поручат ли таким любомудрым без всякого опасения и дома, и детей? Хотите ли, чтобы я указал на любомудрствующих мирян? Если угодно, остановимся, остановим слово на Аврааме, на которого особенно все указывают нам и постоянно, говоря, не имел ли он жены, не было ли у него детей. Скажу вам и сам то же самое, что вы говорите нам. Он имел жену, но не то, сделая его знаменитым, что у него была жена. Имел богатство, но не через богатство сделался угодным Богу. Родил детей, но и не за то был ублажаем, что имел детей. Приобрел 318 домочадцев, но и не поэтому сделался предметом удивления. Хочешь знать, что его прославило? То, что он любил странников, презирал богатство, был скромен. Ибо скажи мне, какое свойство любомудра? Не презирать ли богатство и славу? Стоять выше зависти и всякой страсти. Теперь поставим, так сказать, Авраама здесь и разоблачим его. И посмотрим все вместе, каков он был любомудр. Во-первых, он не дорожил Отечеством. Пойди, сказал ему Господь из земли твоей, от рода твоего, Бытие 12 глава 1 стих. И он тот час пошел. Его не удержали в этом случае ни родительский дом, Ни узы дружбы и ничто другое, иначе не пошел бы он. Потом он нисколько не дорожил ни славой, ни богатством. Так, когда на войне он обратил в бегство неприятеля, И ему предлагали взять добычу, Он с презрением отверг ее. Равным образом сын его не через богатство свое сделался достойным удивления, Но за странолюбие, и не потому, что имел детей, Но потому, что был послушен, и не потому, что имел жену, А потому, что жена его была неплодна. Оба они, Авраам и Исаак, считали за ничто настоящую жизнь. Не искали богатства, все презирали. Скажи мне, какие из растений самые лучшие? Не те ли, которые сами в себе содержат силу, И ни от дождя, ни от града, ни от стремления ветров, Ни от других каких-то подобных причин, Не терпит вреда, но, стоя открыто, И не имея нужды ни в кровле, ни в ограждении, Как бы все презирают. Таков истинный Люба Мудр, таково его богатство. Он ничего не имеет, и все имеет. Все имеет, и ничего нет у него. Ибо стена не внутри, а извне, И ограда не от природы, а от вне воздвигается. Еще скажи мне, Так же, какое тело бывает особенно крепкое? То ли, которое здорово, Которое удобно переносит и голод, Не требует пресыщения, Не терпит стужи, Равно как и жара. Или то, которое не способно переносить всего этого, И кроме того, Для своего здоровья нуждается В поварах, ткачах, охотниках и врачах. Подлинно только истинный Люба Мудр, Который не нуждается ни в чем подобном, Есть истинный богач. Итак, не во внешних благах ищите ограждения для детей своих, Но воспитывайте их по наставлению апостола. В этом заключается богатство, В этом состоит слава. Когда временная слава и богатство придут, А они не постоянны, То люди, обладающие ими, Бывают подобны больному, Поврежденному растению, Которое не только не принесло никакой прибыли В прошедшем, Но еще и произвело убыток. Так защита, Не ограждающая от стремления ветров, Не охраняет частые отпадения. Значит, богатство вредит слишком много, Когда делает нас неготовыми К перенесению превратности жизни. Итак, Образуем детей так, Чтобы они могли переносить все И знали, как должно поступать Среди несчастья, Воспитаем их в учении и наставлении Господнем, И нам воздастся великая награда. В этом деле, Если люди, Занимающиеся изображением царей, И пишущие их портреты, Пользуются большим почетом, То мы, Которые украшаем образ Царя Небесного, Ибо человек есть образ Божий, Не будем ли наслаждаться Гораздо большими благами За то, что воспитываем Божие подобие. Именно с этим может сравниться Добродетель души, Когда научим детей быть добрыми, Нераздражительными, Непометозлобными, Готовыми на благодеяние, Человеколюбивыми, Что свойственно Богу, И когда настаиваем их Не дорожить земными благами Господу нашему во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.